с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 10 декабря день прав человека официально установлены на пленарном собрании генеральной ассамблеи он в декабре 1950 года также сегодня по решению этой организации отмечается всемирный день футбола ну и еще 10 декабря как всем известно нобелевский день церемония вручения одной самых престижных международных наград нобелевской премии она присуждается за выдающиеся научные исследования революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие основатель премии как всем известно альфред нобель это известный шведский химик инженер и изобретатель на счету которого между прочим 355 изобретений ну а первые премии были вручены еще в 1901 году а родившихся 1798 год в этот мир приходит александр брюлов архитектор академик петербургской академии наук брат художника карла павловича брюлова он построил михайловский театр в петербурге пулковскую обсерваторию здание гвардейского экипажа на дворцовой площади лютеранскую церковь петра и павла на невском проспекте был автором интерьеров зимнего дворца в 1821 году рождается николай алексеевич некрасов великий русский поэт в столицах шум гремят вити кипит словесная война а там во глубине россии там вековая тишина лишь ветер не дает покою вершинам придорожных ив и выгибаются дугою целуясь с матерью землею колосья бесконечных них 1883 год день рождения андрея ушинского советского государственного деятеля юриста дипломата прокурора ссср министра иностранных дел ссср постоянного представителя ссср при он также он занимал ряд других должностей александр разумбаум в одной из песен так описал его деятельность сам вышинский этот был иуда 1901 год день рождения карандаша михаила николаевича румянцева клоуна народного артиста ссср героя социалистического труда псевдоним появился только в 1935 году но оказывается он совсем не канцелярский и был взят в честь знаменитого французского карикатуриста по имени карандаш румянца выработал новый сценический образ придумал костюм но что-то в карандаше все-таки осталось отчаплина михаил николаевич проработал цирке более 55 лет а его имя в афише неизменно означало аншлаг однако говорят артист вообще не любил афиши со своим именем и не раз нервно срывал увиденные плакаты или даже отказывался выступать рост михаила был всего 142 сантиметра однако никаких комплексов при этом он не испытывал его супруга была намного выше него и младше на 20 лет 1918 год день рождения анатолия тарасова одного из основоположников отечественной школы хоккея с шайбой заслуженный тренер ссср старший тренер к московской команды цска и сборной сср среди воспитанников такие известны хоккеисты как фирсов харламов михайлов петров третья карагулин долгие годы он был председателем детского клуба золотая шайба который проводился союзные соревнования дворовых команд история дня 1520 год 10 декабря мартин лютер публично сжигает во дворе и виттенбергского университета папскую бу об отлучении его от церкви с этого дня начинается отделение от католицизма реформаторской церкви в том же году лютер объявляет что борьба с папским засилием является делом всей немецкой нации 1813 год окончания строительства первого парохода в россии на петербургском заводе биржа был он деревянной конструкции носил имя елизавета имел длину 18 метров и был снабжен паровой балансирной машиной мощностью аж 4 лошадиных силы с бортовыми грибными колесами курсировал первый русский пароход на линии петербург кронштадт 1845 год шотландец роберт уильям томпсон получает в лондоне патент на пневматические шины описанные в его заявке как усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов публичная же демонстрация в изобретении состоялась год спустя шины были сделаны из спрятанных в кожаной оболочки эластичных поясов которые изготовлены скорее всего были из каучука и можно было наполнять их воздухом до необходимой твердости но это было для того времени просто фантастикой 1857 год на столичном почтам те появились первые в россии почтовые марки марка стоило 10 копейка на ней был изображен государственный герб россии в голубом овале на фоне мантии увенчаны естественно короны 1868 год федор тютчев пишет своеобразный поэтический гимн россии умом россию не понять аршином общем не измерить у нее особенно стать в россию можно только верить стихотворение русского поэта превращается в крылатую фразу особенно часто его цитировали в конце 19 начале 20 века новые славянофилы и западники да и сегодня цитата из тютчева всегда в ходу 1868 год в лондоне возле здания британского парламента был установлен первый светофор он был сконструирован по принципу железнодорожного и был предложен механиком джоном найтом этот газовый фонарь закрытый с одной стороны красным а с другой зеленым стеклом был подвешен на высоком железном столбе и его можно было поворачивать в одном или другом направлении с помощью ручки установлены в его основании причиной установки послужило возросшее количество транспортных средств с паровым двигателем повозок и пешеходов в деловом районе лондона вследствие чего члены парламента не могли вовремя попасть на работу то есть фактически это был специальный семафор для членов парламента чтобы они не опаздывали 1877 год героическое освобождение плевны русскими войсками штурм и осады этой крепости стали центральным событием русско-турецкой войны свыше 30 тысяч солдат погибли в битве которая вошла в историю как одна из самых кровопролитных осад русской армии через 10 лет был открыт в москве монумент героем плевны победа положила начало освобождения турецкого ига славянских народов на балканах но еще одно событие 1889 год джордж сэффорд паркер американский изобретатель и предприниматель патентует первую в мире авторучку ручка паркер становится символом успеха хорошего стиля и значимости и обладателя еще будучи преподавателем паркер одновременно подрабатывал продажи ручек у которых был серьезный дефект чернила вытекали из корпуса и пера поэтому клиенты неоднократно возвращали паркеру его товар но еще и ругали он в свою очередь их чинил и чинил и так как джордж паркер хорошо разбирался в устройстве перьевых ручек то спроектировать и собрать улучшенную модель наверное все таки не составило для него никакого труда в 1899 была запатентована первая бесстыковая ручка все важные части заключались в гильзу предотвращая любую возможность протекания паркер также изобрел кнопочную систему заправки в 1914 магазине поступает ручка известная сейчас во всем мире паркер тенч для того времени она была просто уникальна так как только у нее был сделан специальный отсек для хранения черных гранул для получения чернил достаточно было просто добавить в ручку воды в 1918 году ежегодный оборот компании впервые превысил 1 миллион долларов всех миллион долларов с вами был николай пивненко в проекте дата